В каждой женщине есть Есть загадка. Название ей «Женская логика». Мужчины испокон веков пытаются ее разгадать. Все. Ну или почти все. Сегодня вместо Николая Команцева с женской логикой лицом к лицу столкнется Константин Титомиров. Здравствуйте. Ни капли не волнуюсь и даже рад, что я здесь. И вообще считаю, тот, кто познает женскую логику, постигнет все тайны мироздания. И что и какой молодой уже, какой мудрый. Ну что же, Костя, сегодня мы узнаем, чем русик отличается от Прованса и Бохо. Так, что за заморские слова такие? Я для тебя приготовила особый случай. С направлениями и техниками деревенского интерьерного декора нас сегодня познакомят мастера Светлана Пунинская. И Маргарита Старостенко. Это программа «Женская логика». Я Константин Титомиров, и я попробую ее понять. А я, Ирина Бородиловская, докажу, что «Женская логика» отлично работает. Светлана Пунинская у нас в гостях снова. Светочка, я очень рада тебя видеть. Ну а я рад познакомиться. Светлана, добрый день. И у меня сразу первый вопрос. Запахло лесом в нашей студии. К чему бы это? Ну это потому, что мы будем работать сегодня в стиле «рустик». Это как? Это декор, который предполагает деревенский стиль. Костя, обратите внимание, что тащится не только из леса, с пляжа, из моря, да откуда угодно, господи. Все натуральное. Мы сегодня следуем традициям, правильно? Да. Отлично. Костя, я так понимаю, что тебе уже очень хочется занять вот то место и попробовать сделать что-то в стиле «рустик». Пройдемте. Сейчас буду познавать эту невероятную технику. Ну вот, судя по тому, что я здесь вижу, я, в принципе, догадывался, что меня заставят из веток и камней сегодня собрать холодильник. Все-таки я буду стараться. Направьте меня. В какую сторону мне идти? Может, не холодильник все же? Микроволновку. Хорошо. Как минимум. Давайте попробуем. В какую сторону мне идти? С чего начинать? А это как вы решите? Вот что вам подскажет ваше внутреннее. То есть, очумелые ручки, в итоге предмет декора. И немножко фантазии. Отлично. Я начну. Светлана, возвращайтесь ко мне, пожалуйста. Света, я предупреждаю тебя, что ты до конца программы не будешь видеть, чем занимается Константин Титомеров, и потом оценишь его старания. Ну, а мы продолжим знакомиться вот с этими стилями и направлениями. Я так понимаю, что «рустик» – это не единственный стиль, да? Их несколько, их много, они разные и объединены одним словом «этно». Этно, да? В чем же фишка «рустика» и чем он отличается? Потому что эти стили похожи. Они все практически очень похожи, их путают, и в принципе самому легко запутаться. Но «рустик» предполагает немножко брутальность. То есть, там нет такого, что прям лоска, кружавчиков. То есть, там есть какие-то элементы, там лен, но все должно быть немножко грубовато. Обратите внимание, вот как раз вот этот декор, он и выполнен в стиле «рустик». Здесь действительно все такое лаконичное, все простое и очень стильное, хочу сказать, комплимент. Света, ну, что касается «рустика», это только декор или там может быть все-таки еще какие-то направления? Ну, твои любимые украшения ты можешь сделать? Ну, это будет не «рустик», но это будет «этно». А, «этно», да? Да. Давай попробуем что-то сделать в стиле именно «рустика». Почему? Потому что, ну, интересно, как это рождается. По мне, так вот такой декор создается долго и сложно. Докажем, что это по-другому. Может, просто подготовка самого процесса больше занимает, а творчество? Займемся уже творчеством. Да. И что мы сделаем, и что нам понадобится? Ну, будем искать то, что в этой коробочке есть. Ага, то есть по наитию, да? Да. Я вот здесь плаваю на просторах интернета. Не поворачиваемся, Светлана. Ха-ха. Я не увидела. В стиле как раз «рустик». Я смотрю, что люди при достаточно дорогих, серьезных таких интерьерах, продуманных, может быть, даже дизайнерских, сидят на пнях. Вот просто на пнях. Да. Это нормально? Скажите. Ну, это вот та брутальность, о которой я говорила. Костя, пень, пню, рознь, поверь мне. Да, скорее всего так. А как это вообще сочетается с такой хай-тек техникой? Вот все-таки кардинально противоположные вещи. Ну, просто люди думают, что хай-тек и деревенский стиль это совсем ни разу не могут быть. Ну, я думаю, просто у каждого человека свое представление о том, что должно быть в его интерьере. И если разбавлен стиль хай-тек деревенским, это, ну, это уже какая-то эклектика или еще какая-то фишка в этом тоже есть. Ну, понятно, деревенский стиль это не обязательно домик деревни. Да, не обязательно все в деревенском стиле элементы могут быть, да. Что мы делаем? Да, я думаю, попробуем сделать подсвечник. Вот знаете, что мне нравится в этом процессе, что здесь все натуральное, непокупное, и найти его можно вот рядышком с домом. Да-да-да. Класс. Свет, ну, учитывая вот это вот увлечение рустиком, сама в своем интерьере создаешь что-то такие фишки? Ну, да. Каменная стенка лежит, а там рядышком всякие ракушки, камушки и свечи, и это все так вот. Рустик – это не единственное увлечение. В каких-то еще техниках этно работаешь? Ну, конечно. Я же говорю, что они все перекликаются, и сложно как-то уже сильно так их переплетаются, их сложно так сильно разделить. Но, в принципе, это есть различия между ними. То есть, если там уж какие-то кружавчики и бусинки, это уже не тот рустик, а это уже, может быть, там, шебешик, еще там всякие разные элементы. Например, прованс. Прованс – это добавить вот в рустик немножко гламура. Давайте же добавим гламура в рустик. Стили рустик и прованс очень похожи, но в отличие от брутального рустика, прованс более мягкий и нежный. А еще он отличается по цвету. Этот стиль предполагает наличие сиреневых элементов. Чтобы сделать, допустим, панно а-ля прованс, вам понадобится березовый спил, льняная мешковина и бечевка, кружево. А еще лаванда или вереск. Можно и то, и другое. Режем лион. Сделаем такой конвертик, в котором будет лежать травка сиреневого цвета. Лишние нитки нужно убрать с конвы. Легкая небрежность будет смотреться очень стильно. На обратной стороне спила делаем петлю и прикручиваем ее саморезами. Теперь очередь за композицией из сиреневых сухоцветов. Можно еще добавить немножко для гламура сизали. Тоже она продается в магазинах и придаст некий такой лоск и немножко добавит такой мягкости. Сизаль выкладываем на льняную мешковину, а на него лаванду и вереск. Первый слой складываем конвертом, внизу завязываем лентой или бечевкой. Тоже со вторым слоем. Придерживаем, чтобы клей наш высох. В общем-то фантазируем. Добавляем складочку. Внизу импровизированный букет украшаем кружевным бантом и приклеиваем к спилу. То есть вот такая вот получилась чудесная штучка. Нежная в стиле Прованс. Направлений в этно действительно много. Это брутальный рустик, это романтический Прованс. Ты еще говорила шебешик. А чем он характерен? Ну, это немножко кружев не таких вот льняных, а уже такой больше бусинки, такой нежные, нежные моменты. Атлас какие-то такие, более тонкие элементы. И это уже будет другой стиль. Ну, и грань между этими стилями очень такая. Очень тонкая. Очень тонкая. Расскажи, вот как ты создаешь, допустим, эту композицию? Ну, то есть, свободный выбор. Да, все по ощущениям. Чего нам хочется сейчас? На море, может быть, раз камушки. Хочется на море. Хочется на природу, в лес. Ну, все стили направлены к тому, чтобы как можно ближе быть к природе. Вот то, что мы видим за окном, а тут уже дома, и это близко, и это прям вот такое родное может быть. Светлана, насколько у нас это популярно вот сейчас? Я уверен, что друзья, знакомые и так далее, все же что-то подхватывают. Все просят что-то изготовить или, может быть, посоветовать, как это сделать. Вот какие-то консультации даете? И то, и другое. И просят. И просто. Все это дарится. И глядя на то, как ты это все быстро и ловко составляешь, понимаешь, что это может постичь, в принципе, любой человек, да? Я думаю, да. Не говорите ГОП, Ирина. Да, я вот тут не совсем справляюсь. Я думаю, мы увидим это в конце программы. Может любой или нет. Костя, у тебя дед не был моряком. Ты там такие классные узлы вяжешь. Я подозреваю, потому что узлы это пока то, что у меня получается. На самом деле, да, создаю подсвечник. Подсмотрел это у вас, и я думаю, что к концу программы все получится. Светлана, у меня вопрос. Вот здесь замечательные такие подставки для украшений и украшения. Что из этого сделано своими руками? Подставки не моя личная работа, но зарисовка моя. Да, то есть я просила мастера сделать, чтобы это тоже подходило под мою мастерскую. Такой немножко... Тоже немножко стиля Рустика. Стиль, да. Как удобно мужчине, когда женщина создает своими руками подставку для украшений и главное, сами украшения. Ну, а что касается украшений, здесь украшения из натуральных материалов, но я помню, что твоя любовь и предпочтение – это проволока. Это медь. Натуральные камни, да. И вот там, на заднем плане, у нас тоже есть картины, созданные проволокой. Да, обычной проволокой, только покрашенной в черный цвет. Но это вот скорее минимализм тут в стиле хай-тек. Ну, это уже немножко другое направление, но опять же тоже творчество называется. Девочкам надо куда-то выплескивать энергию. И каждые стили рождаются в разное время. Знакомимся с новым стилем. Чтобы создать стильную картину из проволоки, вам понадобится минимум материалов. Деревянная основа, белая и черная краска и, собственно, проволока. Любая. Светлана выбрала алюминиевую. Она хорошо поддается женским ручкам. Ну, и, конечно, инструменты. Вот скромненькая дамская косметичка, в которой есть и молоточек, и всякие кусачки. Почти косметичка. Сюжет картины – минималистичный. Ветка дерева. Просто, но со вкусом. Да и сделать это может любой. Точнее, любая. Мы берем для этого молоточек, проволочку и обкручиваем. Делаем такие вот маленькие кружочки для начала. Как в природе веточка создана. То есть листик в одну, листик в другую. Вместо молотка можно использовать и другие инструменты. Если листья маленькие, подойдет обычная ручка или фломастер. Мы примеряем, чтобы она не совсем перегружала композицию. Откусываем лишние кусочки. Мы должны их запилить в кончики. Когда ветка готова, ее нужно, как говорит Светлана, отстучать, чтобы она выровнялась и плотно легла на деревянную основу. В принципе, эту веточку можно оставить и так. И вот на моей досточке, которую я предварительно обожгла горелкой, она будет смотреться. То есть вот. Но это будет уж совсем просто. А мы же не ищем легких путей. Это опять же женская логика. Чтобы картина гармонично смотрелась в городском интерьере, Светлана советует классику. Черная ветка на белом фоне. Мы берем досточку, берем кисточку и краску. Обычную акриловую, либо какая у вас там есть, маленькими мазками, сухой кисточкой, просто вот прям на кончике. Начинаем просто чуть-чуть кое-где промазывать, оставляя рельеф самой доски. Ветку прокрашиваем черной краской из баллончика, даем всему высохнуть в течение получаса и приклеиваем главную деталь к основе. Ну вот, клей высох. И у нас получилась вот такая композиция, которая может украсить не только деревенский дом, но и очень даже в квартире может вписаться. Практически в любой интерьер. Женская логика в эфире. К нам присоединяется Маргарита Старостенко. Здравствуйте. Рады вас очень видеть у нас в гостях. Рад знакомству, Маргарита. Расскажите о вашем стиле, в каком вы работаете и тоже ли вы, как Светлана, бродите по лесу? Конечно. И по лицу, и по лугу, и по полю. Обязательно. Это одно из увлечений. И в это время можно у нас собирать материалы для работы. И ваш стиль, в котором вы работаете? Ну, у нас сегодня экологическая такая программа, объединена одним словом этно. И стиль, в котором вы работаете? Я считаю, что это стиль бохо. Стиль бохо? Да. Стиль свободы. Я знаю, что есть в одежде стиль бохо. Он мне очень нравится. Он такой весь воздушный какой-то, нежный, такой романтический. Вот прямо все такое супер. Это такая продуманная небрежность. Да, что-то в этом есть. Да, что-то есть в этом стиле. И точно так же работа выглядит так, словно их делал не специалист, не мастер. И в этом фишка. И в этом фишка. Послушайте, ну, очень интересно. И это вот все то, что рядом растет, цветет и так далее. И потом это становится частью какой-то работы, какой-то интерьерной работы, какой-то мелочи. А что вот это? Это борщевик. Это спилы борщевика, которые я использую в своей работе. Костя, что ты знаешь о борщевике? Кстати, вот, да. Вот я здесь вижу какой-то африканский инструмент, как мне кажется, но я на 99% уверен, что ошибаюсь. Что это такое? Это называется либо посох дождя, либо флейта дождя, либо звуки ручья. В общем, зависит от того, какой внутри наполнитель. И это реальный борщевик? Это борщевик. Я доживу до конца программы, скажите? Очень даже запросто. Как с ним обращаться? Он все-таки опасен. Вот этот уже борщевик ничем не опасен. Он не влияет ни на что. А как происходит вот это все сборка? Как вы это делаете? Костюм химзащиты. Почти. Вообще борщевик очень ядовит, когда он находится на солнце. Тогда происходят химические процессы. Именно тогда возникают ожоги. Уже поздно вечером борщевик меньше стрекается. Но все-таки я рекомендовала бы в конце сентября его собирать. Вот тогда он годится для работы. Сейчас я попробую показать, ради чего, друзья. Это просто нужно слышать. Вот так к микрофону попробую это подставить. Не тратить. Ну, непрелестно. Релакс. О чем это мы? Да. Мы с вами... Что сегодня сделаем? У нас мастер-классы такие, как всегда, в нашей компании. Мы сделаем очень симпатичную вещь, магнит в подарок, как дополнение, допустим, какому-то большому подарку, как комплимент от мастера. Ну и просто прекрасный подарок даже отдельности. Вот такую вещь мы сделаем. Это можно вот ее на петелечке сделать, аккуратно пойти по краешкам. Можно сделать вот на магнитике. На магнитике. Все, что под руками. И основа борщевик. Да, основа борщевик. Ну, давайте мы тогда начнем с вами мастер-класс в этом замечательном стиле, тоже очень экологичном. Ну, и мне все-таки всегда было интересно узнать, у вас с чего все начиналось? То есть вы как пришли вот именно к этому мастерству, к этому направлению? Да я все время с природной работой общаюсь. У меня образование биофак, БГУ. У меня очень приятно совпадает образование и увлечение. Поэтому я очень люблю работать с природным материалом. Очень люблю работать в направлении эко. По образованию Маргарита Старостенко биолог. А творчество, оно с ней рядом по жизни. Ее любимый материал создан самой природой. Он совершенен. Даже если на первый взгляд опасный или невзрачный. Я работаю с сорняками. Это борщевик. И я очень люблю этот материал. Еще мне нравится работать с такими уникальными материалами, как лишайники. Они носят названия такие. Это какое-то космическое название. Пармелия, Ксантория. И все это лишайники. Но они настолько красивы в жизни и настолько хорошо смотрятся в работах, что совсем не обязательно используются какие-то искусственные материалы. Они очень отзывчивы те материалы, которые мы берем в руку и чувствуем их. Эко – только одно из направлений, в которых творит Маргарита. Ведь сколько всего интересного можно сделать из лоскутков ткани, пряжи, даже пуговиц. Главное – правильно приложить руки и фантазию. И не останавливаться на достигнутом. Очень хочется попробовать мхи или шайники, чтобы они были долговечны, и напитывать их краской. Глицерин, чтобы такие были вообще живые работы. Маргарита, ну, мастер-класс по борщевику, я бы сказала. Что вам понадобится и насколько вообще-то сложно? Мы вот со Светланой разговаривали, она говорит, господи, да здесь все просто, главная фантазия. Да, все просто, да. У вас тоже. Да, все просто, все, что есть под рукой, и все пригодится в работе. Здесь ольховые шишки, лишайник, туя, кермек. Вот основа борщевика, мы ее подклеиваем, аккуратненький задничек делаем. Получается основа. Кусочек пенопласта, чтобы крепить капельку клея. Оп. Все. Доченька, я знаю, что вы давно знакомы, часто общаетесь, делитесь вот как-то секретами, опытом друг с другом. Конечно. Конечно. Мы со Светланой познакомились на мастер-классе, она пришла к нам, ко мне в мастерскую. У нас было три мастера, и один из мастер-классов был как раз работать борщевиком. Ага. То есть все... Нет, борщевик я не учу, я учила другой. Другой учила. Да, просто она посмотрела, что в работе у меня мастер-класс оформлен борщевиком. Ну, Света не конкретно с борщевиком работает, но у нее... Ну, пересекается. Да, у нее замечательные елки, замечательная интерьерная работа, тоже с использованием борщевика. Продолжай. Вот, основу поставили. Так. Вот, аккуратненько. Потом все, что есть под руками. Вот, хоть шишечки, хоть вот... От желудка, да. Есть где-то вот немножко затонированные шишечки. Тоже допускается, да? Допускается, но это очень так. Ну, вот они больше у меня, вот они натуральные. Можем вот основу сделать... Взять и немножечко, допустим, вот так вот аккуратненько лишайничек добавить. Девчонки, кто бы мог подумать, что, в общем-то, опасное для здоровья растение может превращаться в произведение искусства? В общем, да. Интересно. Ну... Ага. Итак, вот уже магнитик... Да, запросто. ...номер раз. И ушло у мастера сколько? Минуты три? Максимум. Так, магнитик номер два. Магнитик номер три, и так до бесконечности, и в принципе... И в принципе, да, можно каждому гостю на какой-то праздник сделать комплимент. Маргарита, ну, вы вот упоминали о том, что Боха – это еще и одежда. Ну, я вот, опять же, в интернете нашел о том, что Боха – классик есть, Боха – гламур, Боха – эко, Боха – хиппи. В общем, можно запутаться, в чем сегодня вы, расскажите. Я в классическом Боха. То есть вот так это выглядит? Да, это так выглядит. Как отличить, чтобы понять, человек в Боха пошел? Модник? Ну, как модник? Это как на нем это гармонично смотрится, тогда это его стиль. Если человек себя некомфортно в этом чувствует, там что угодно ни одень, Боха, ни Боха. Ну, есть еще интересный стиль – Боха-бомж. Так, это вообще очень… Это моя тема, вот с этого поподробнее. Это очень интересное такое направление, как бы такая небрежная одежда, но она настолько продумана, настолько интересна. В общем-то, у нас и есть в городе такие люди, которые так одеваются. Это очень органично на них смотрится. И это модно и стильно. За эфиром дадите мне мастер-класс. Обязательно. Огромное спасибо, Маргарита, что вы нашли время. Пришли, показали, что все это мило, просто, быстро. И вот это тоже просто и быстро. Просто и быстро. Ну, так, сейчас посмотрим. Для интерьерного венка в стиле эко подойдет любой природный материал. Всевозможные шишки или манжурский орех, ветки или высушенные стручки бобов, желуди, лишайники и бумажный шнур. Дело в том, что, допустим, вот этот жгут, он не годится для работы, для перевязки. Он, видимо, где-то подмог и он рвется. Но выбросить его, рука не поднимается. Вот, поэтому я и придумала венки в стиле эко на основе бумажного шнура. Для этого нам понадобится колечко из картона, бумажный шнур. Для начала отматываем и аккуратненько обматываем колечко. Когда основа готова, можно приступать к ее декорированию природными материалами. Сюжет по наитию. Материалы, как подскажет фантазия. По словам Маргариты, эко – это стиль непрофессионалов. Но от этого изделие, в нем выполненное, выглядит ничуть не хуже. Потому что чаще всего такие работы где? На даче, в каких-то агроусадьбах, в эко-домах. Такое впечатление, что хозяйка сделала сама эту работу, и это прекрасно. Тем более, что хозяйка может сама сделать такую работу. Доминанты нашего интерьерного венка будут шишки. Шишки берем небольшие. Я очень люблю работать с лиственницей. Потому что у нее шишечки во время созревания разные по цвету. Шишек, конечно, много не бывает, но ими не нужно перегружать композицию. Добавляем ветки и желуди. Завершаем композицию лишайником с красивым названием «Пармелия». Он придаст воздушность работе. Венок в стиле эко готов. Он идеально впишется в деревенский интерьер. А городскому придаст тепла и уюта. Мы выходим на финишную прямую. И подсвечник у Светланы Паунинской, по крайней мере, уже практически готов. Что осталось сделать? Поставить свечку. Можно я сделать? Да. Сюда, да? Угу. Оп! Все. И зажечь? Можно зажечь? Можно не зажигать? Замечательно для романтического вечера. Потрясающий декор, сделанный достаточно быстро. Порадует. Такого угодно порадуется. Главное, что это вот все так экологично, замечательно. Костя, у меня заканчивается речь уже. Чего говорить? Ты как там? Вот так. Я обошелся без гвоздодера. И у меня тоже есть свой вариант подсвечника в стиле «рустик». Ну, как я это вижу, прошу проконтролировать. А как же микроволновка? Ну, микроволновки не вышло, все-таки без молотка человек работал. Войдите в положение. Ну, экологические материалы, правильно, все соблюдено. Принимайте работу. Невероятно. Ого! То есть я с стилем «рустик» все-таки справился. Однозначно. Первый раз за программу, серию программ, у меня нет слов. Браво! Костя, красавчик. Я тоже себе аплодирую. Красавчик. Ну что же, а мы выходим на финал и узнаем, чья логика сегодня победила. Итак, это программа «Женская логика». Мы, наконец, завершаем, и, как мы обещали, мы все-таки устроим батл. Ведь изначально был поставлен вопрос, чья логика сильнее, мужская или женская? Ну, по моим ощущениям, сегодняшняя программа была хороша тем, что она была очень уютной, очень домашней, очень такой какой-то воздушной. И вот эти ощущения, они остаются дальше, и деревенское совершенно не значит, что это чисто деревенское. И «рустик», и «прованс», и «боха», все, что угодно, может вписаться в любой интерьер и украсить любую милую даму. Не могу не согласиться. И «рустик», и «боха», и, в принципе, эко-тематика, деревенская тематика в интерьерах – это не обязательно женская история. Во-первых, потому что она брутальная, во-вторых, потому что красивая, ну и, в-третьих, осуществима вот этими самыми руками. Я это доказал. Чья логика победила? Мужская, женская? Ничья. Победили обе стороны. Прекрасно справился со своим заданием, и даже, не знаю, ну, 50 на 50. Ну, мастер-класс за кадром не полагается. Это была программа «Женская логика». С вами была Ирина Борделовская. Константин Титомиров. Встретимся через две недели. Субтитры подогнал «Симон»